И снова с вами Долгиха Ольга Николаевна, которая является инвалидом и которая хочет вступать в защиту прав инвалидов. Уже вы хотите рассказать что-то более конкретно, как себя чувствует инвалид в нашем районе, как себя чувствую конкретно я. Не секрет, что сейчас инвалидность получить стало гораздо труднее. Заболевания все связаны со стрессами, которые причиняют нам бюрократы, членовники. Пенсии урезаются, жаловаться бесполезным властям. Бабулька вот одна пожаловалась, ой, добавьте мне пенсию маленькой, добавьте, добавьте. Ей сделали перерасчет и стала получать на 700 рублей меньше. Ей заявляют. Вот раньше был закон, когда учеба в ВУЗе входила, в стаж теперь она не входит. И абсолютно забывают о законе, который говорит, что новый закон, ухудшающий положение слабой стороны, обратной силы не имеет. Следовательно, если у тебя была такая пенсия, то тебе уже не могут ее сделать меньше. С 15-го года вышел закон, что перерасчет пенсии за наличие детей, но только нынче ажиотаж открылся. Потому что люди об этом не знали, никто ничего не знал. И вот приходят люди в пенсионный фонд, им за перерасчетом пенсии, им заявляют, что вам не выгодно перерасчет делать, у вас пенсии получаются меньше. Ладно, остаются на старой пенсии. Я обратилась, еще когда не получала, не знала даже, что мне полагается доплата за детей, обратилась в пенсионный фонд. Что вот так и так, что у меня, прошу назначить мне, поскольку согласно 178 закону о социальной защите, социальной помощи, любая помощь должна быть по воле изъявлению. На словах тебе никто не предоставит, надо писать заявление. Пока они не пишут заявление, тебе никто ничего не даст. Автоматом никто ничего не сделает. Я написала заявление, прошу назначить мне федеральную социальную доплату к пенсии до размера прожиточного минимума пенсионера в Пенском крае. Не заявляют. Извините, у вас пенсия больше прожиточного минимума. Я говорю, как же это? Я говорю, вот, субсидий никаких не получаю, по коммуналке тоже ничего не получаю, ничего не получаю. Вот у меня получается голая пенсия, вот, пять с чем-то. Вот, говорю, 900 рублей по инвалидности. Складываешь, у меня не получается прожиточного минимума. И они не заявляют, что вы получаете лекарства. Оказывается, соцпакет, социальные услуги стали являться материальным обеспечением инвалидов. Я обращаюсь опять в 178 закон федеральный. Я говорю, а там написано, что соцпакет предоставляется бесплатно. Я даже в суд подала. Нет, суд мне отказывает в федеральной социальной доплате, заявляя, что набор социальных услуг является материальным обеспечением инвалидов. Так получается, пенсионер, не являющийся инвалидом, получает деньгами больше, чем пенсионер, который является инвалидом. Я вам говорю, извините, но я же не могу на лекарства купить хлеба или молока, или еще что-то, или коммунальные услуги оплачивают. Почему так материально-то? Нет, и все. Все. Закон уже трактуется по-другому. Получается, что закон уже трактуется в пользу. Стороны, которые имеют больше сил. Суд заявляет, что да, у нас суды на фоне социальности, какая страна победит. Конституция вообще отдыхает. 39-я статья отдыхает, которая гарантирует социальное обеспечение. Инвалиды, признанные малоимущими, имеют право на освобождение от оплаты найма, как малоимущие. Имеют, как инвалиды, право на 50% скидку по оплате найма. Но мне не дают, ни как малоимущему гражданину, ни как инвалиду. Меня заставляют полностью оплачивать найм. Причем в квартире, которая не имеет отопления. В квартире, где даже не прописано. Квартире, на которой не имею даже право пользования. Обращаюсь в больницу. Так и так. У меня на фоне стресса давление поднимается, то-сё. Прошла диспансеризацию. Так даже общий холестерин у нас в больнице не определяется, потому что нет реактивов. И мне пришлось за свой счет пройти в городе медкомиссию. Определить лепидный спектр, интертерогенности, чтобы выписывание статины, лекарства, которые надо для постоянного пребывания, для постоянного употребления. И теперь контроля за приемом статины в никого нет. Начинаю принимать статины, у меня опять растет. В девятую больницу попадать тоже очень тяжело, а другие больницы. Я говорю, сделайте мне вот такой анализ, сделайте мне вот такой анализ. Нет, зачем у вас холестерин нормальный, все в норме. Опять приходится за свой счет делать все. Срединство годы на инвалидности заболело. В десятом году у меня были сделаны две операции в институте сердца. У меня был стено сосудов, я теряла сознание. Спазмы были, из-за чего стояла психиатра. После операции у меня на шее оперировано, стоят с собой стены заклепки. И любое подъем давления. Раньше сопровождался вызовом скорой помощи. Теперь головными болями. Если ты болит и все, не знаешь, куда деваться от боли. Прихожу в больницу. В лучшем случае, может, на нем носится цена. И на тагуле от мест нет. Лечитесь сами. Хорошо. Раз я им в литсе, я имею право на материальную помощь. Выписала у врача список лекарств. Пошла в то, что он не назначил. Пошла в аптеку. Выписала цены. В 2011 году это было на 864 рубля. Просила тысячу материальную помощь. Тысячу дайте мне материальную помощь. Я пенсию еще не получаю. Я говорю, с апреля, с 31 марта, единство в университетности. Пока собираю справки о доходах. Пока что. Пока запросы. Пенсию начала получать в июне месяце. И вот до июня месяца я голодала. Мне даже начальную помощь не дали. Соцзащиты даже промолчали, что мне полагается сертификат на лечение. В 2012 году совсем случайно в Пельме проехала лишнюю остановку. И пока бежала обратно, оказалось, что на месте бывшего сада организовали центр реабилитации инвалидов. Взошла, узнала, как, что. И мне сказали, что мне полагается такой сертификат. Раз в два года на лечение. Прихожу в соцзащиту. Дошло до ругани. Я говорю, что же вы молчали в прошлом году? Я говорю, чуть не на коленках ползала. Просила у вас помощи на реабилитацию. После операции, два года после операции, два месяца больничные и два года. Я под контролем была врачей, врачанка и хирурга. Просила прилечиться, чтобы давление нормализовалось. Такие скачки были. А у нас очередь. Я говорю, что же вы не сказали, что у вас очередь? Что я имею право. Ну хорошо, поставьте очередь. Пишу заявление, дайте мне по очереди. И то ли их соль загрызла, то ли еще что-то. Они говорят, так вот. У нас вот бабулька одна умерла. Полили тенец апреля месяца. Да, конечно, согласилась. И получается, что инвалид лечится за счет того, что другой инвалид умер. Получается, что если бы я умерла, право на сертификат имела, значит, кто-то бы получил право лечения. Также индексация пенсии получилась. Не индексировали, не индексировали. Потом пообещали пять тысяч. И сколько инвалидов не дожили. До индексации этой пенсии сколько инвалидов не получили. Пять тысяч. Хорошей экономии для государства. Так же и тут. Не инвалидов экономят. Раньше я в инвалидности была. Меня лечили три недели, двадцать и день в день. Потому что я считала трудоспособной. Получала пособие по безработице. Плюсом к пенсии. Как вышла на пенсию по старости, все. Недоплата до прожиточного минимума. Ничего. Все не имеем. На работу уже никуда не возьмут. Сдорового места нет. Тем более инвалиду нетрудоспособного возраста на пенсии с группой. Хоть как же ли. Тридцать процентов с пенсии у меня вычитают за коммуналку по решению суда. Платы нет, ничего нет. В больницах лежала. В больнице первый раз, когда с головой тоже мучилась. Положили меня в хирургию. И в то время как раз училась охрана лошадь. Все, конечно, знаете эту трагедию. И я лежала в феврале. С первого февраля я легла. И пошли по всей стране проверки. И пошла проверка. Такой кипиш подняли, такой кипиш подняли. Приходим на обед. У нас котлета. В меню котлета. Надо же. То каша, то горошница, то еще что. И тут вдруг котлета появляется. Все удивляются, откуда? И один мужчина пошутил. Как? Откуда? Хирургия-то рядом. Шутка шуткой, конечно. Но получается, что до проверок мясо в больнице не видят. Хорошо. Пошла проверка. Бегали там таскали. Мягкие кресла запретили в ординаторской. Меняли кресло себе там. В общем, более скромно. Сделали обстановку более скромную. До того, да сокращали места в больнице. До того, да сокращали, что на гинекологию осталось всего 4-колько места. А на аборты женщин много приходит. Кто не местные, кто из села, их нужно держать. Сколько-то, какое-то время. Нужно держать, хотя бы, чтобы наркоз отошел, чтобы врач отсмотрел. Она же не может домой выпустить. И получатся до абсурда. Женщины, которые после аборта ложат на свободные места. Женщина отходит от наркоза в мужской палате. До такого абсурда у нас сократилось наличие калькомест на лечение. Лекарства у нас, глава, главврач больницы, как интересно написываются. Тоже, как бы, это все не классно было. Началось с того, что у меня внук, тот больниц, маленький. И я, как свидание с ним, увидится с нуком, с нуком в деревне живет. Я редко езжу туда, добираться тяжело. Думаю, надо воспользоваться, с нуком хоть повидаться. Как ни приду, он все спит, он спит. Я говорю, ну, когда я с ним увижусь-то? Она мне говорит, вот, мы записались к Луру в очередь. Будем пока сидеть в очереди, приходите поиграть. Пришла. И что? Больные из рационара, которые лечат одно... Какие-то там, бывает, с простудами всякими, стоят в очередь с больными, которые пришли лечить что-то другое, вполне здоровые. Мало того, что контакт. В больнице тоже там, где дети общаются друг с другом. И одно заболевание передается другим детям. Пока я брала с нуком, он тяжелый. Сноха подержит, то я подержу, то сноха, то я. А у меня как-то история болезни в руках была. Я, ну, давай подержу, пока документы-то. Для интереса устала знакомиться с историей болезни. Смотрю, лист назначений. Смотрю, антибиотики ребенку выписаны. Линекс, лактобактерии, капли в нос, кто-то еще там. Пять назначений. И даже перчатки на него списаны. Я спрашиваю сноху, я говорю, что принимаете, уколы, говорит, ставят. Я говорю, а вот это, вот это? Нет, говорит, ничего мы не принимаем. Капельки, говорит, вот уколы, антибиотики капельки. Я говорю, ну как, говорю. Подпись стоит по листу назначений. Она говорит, а я пустой лист подписала. Мне сказали, что это соглашение на лечение. И вот и получается, что у нас в больнице, как согласие на лечение, можно подписать пустой лист назначений. Потом в этот пустой лист назначений можно писать любое лекарство и списать его на любого ребенка. Моему внуку повезло, что он не принимал линекс и не принимал лактобактерии. Ему не повезло, что он заболел дисбактериозом, как случилось с моим младшим сыном. После приема антибиотиков, когда у него зубы порезались, он начался, и антибиотики выписали. Он заработал дисбактериоз. Ему повезло то, что он был на грудном скамливании. Дальше, хочу сказать, до того у нас досокращали и врачи, и медсестер. До того у нас сокращали, что на три отделения, детское отделение, наверху, терапия, внизу, хирургия вообще в другом крыле, тоже на первом этаже, а осталась одна дежурная места. Вот привезут ребенка, и надо его принять со скорой помощи, если поступил. Надо уколы поставить или еще что-то. В это время в терапию может поступить больной. При висотном состоянии ему тоже нужно оказывать, терапиница. В это время в хирургии что-то может случиться с больным. И как вот, за одну и ту же зарплату она должна работать. у нас, вот, к примеру, ставка одна, так, и им вменяют в обязанность уже исполнение обязанностей еще другие, и делят одну ставку, четвертинку обязанностей добавляют. Вот, к примеру, в автоклавной у нас работает дезинфекция. Ей менили в обязанность исполнения обязанностей дезинфектора. Отправляют на учебу, все. Ей-то никто не оплачивает. Мало того, что у нее зарплата стала меньше, нелегально так тихонечко-тихонечко снижается, ни при никаких они ничего не получают, еще меняют другую обязанность. И она, значит, в свое рабочее время должна и туда, и туда, и туда бегать, исполнять обязанности и журнал вести, что у нее все там по времени. Так потихонечку-потихонечку сокращается. Курским специалистам у нас малотушных нет, вообще не попасть. Кто приезжает, только за плату. Все приезжие, только платно. Выпросить направление, в Краевую больницу, я на своем убедении убедилась, это абсолютно невозможно. Это на грани фантастики. Единственное, что я смогла добиться, так получилось, невролог меня отправляла в психиатру, когда я в стену сосудов был. Психиатр меня отправил в психотерапевту. Приехала я в Краевую поликлинику в психотерапевту, и меня положили в отделение неврозов. Я тогда оттяжала в отделение неврозов в 2004 году еще первый раз. Меня лечил главный психотерапевт в области Владимир Слюмин, который получил академию, который же сработал включение пением. Иногда я пою по его научению, но все считают, что я ненормальная, потому что нормальные у нас, молчат и терпят, и считают, что все так и надо. В следующий раз, чтобы попасть в отделение неврозов, опять мне пришлось идти к нашему психиатру, опять просить направление уже к психотерапевту Краевую, а мне уже его не дают. Оказывается, у нас отделение неврозов уже закрытое. Все. В Пельме есть отделение неврозов, которое переименовали психосоматику сокращенно. Даже не знаю, как оно полно или не называться, находится на геробке САНО-20. Но там лечиться могут только граждане, проживающие в городе Пельме, с регистрацией с Пермской. Получается, что уже до лечения, кто из края, из радиоцентров, уже теряет право до лечения, потому что их не нет, прописки в Кривом Центре. Внук у меня, который живет в деревне, случайно подскользнулся в баню, упал на каменьку, разбил голову. Тут же сели в машину, приезжая в Черновское, которая к ним ближе, у нас тоже в больнице там находится, тоже посокращали и несколько места, и все. Закрыто. Трампунь закрыт. Все. Езжайте в Большую Соснову. Приезжают сюда, в РЦ, в смысле, в Большую Соснову. И помощь ребенку не оказали. Тоже никого нет. Смех смехом. Ребенку помощь была отказана в городе Воткинске, Удмуртии. Хотя говорят, что полис ребенка на всей территории России действительно местный, неестественный в больницах. И повезло то, что у снохи сестра училась на медика, на медсестру, и проходила практику в этой больнице. И вот она по старой памяти позвонила, сказали, да, примем. Ребенка зашили. Швы потом снимать пришлось уже в нашу махеронку. Уйти, это зла, слава Богу. И что получается? Права на драконию уже никакого нет.